добрый день дорогие зрители я рад вас приветствовать на своем канале меня зовут марат валеев здесь мы разбираем различные темы касающиеся здоровья сегодня я хотел бы поговорить о такой актуальной теме как шум в ушах или как пациента часто называют звон в ушах с чем это связано из-за чего это возникает какие могут быть последствия и главное как с этой проблемой справиться оставляйте свои комментарии задавайте вопросы и так давайте приступим на самом деле шум в ушах или звон в ушах это достаточно распространенное явление которое может встречаться и абсолютно здоровых людей периодически я думаю может быть каждый своей жизни так или иначе с этим сталкивался здесь очень важно все-таки ответить на несколько ключевых вопросов после чего уже можно двигаться дальше и самое с чего главное с чего нужно начать был ли какой-то провоцирующий фактор для возникновения звона или шума в ушах то есть это может быть перенесенная вирусная или бактериальная инфекция например может быть не так давно у вас были проблемы с ухом какое-то заболевание уха либо это воздействие какого-то шума например какой-то взрыв или сильный резкий шум который мог воздействовать на барабанную перепонку после этого может быть шум возникать нужно проанализировать был ли какой-то провоцирующий фактор для возникновения вот этого шума также очень важно понять все-таки односторонний это процесс лежит двусторонний процесс постоянный характер это носит или все-таки периодически какие все-таки эти звоны или шумы они пульсирующие болит в это время ухо не болит то есть на самом деле здесь вопросов очень много и причин возникновения шума или звона в ушах их огромное количество давайте все-таки сейчас остановимся на основных причинах потому что именно борьба с этими причинами она будет и собственно является лечением этой проблемы сейчас мы разберем самые я думаю что актуальные наверное причины возникновения шум в ушах я и буду говорить по очередности но не по мере распространенности если я говорю что то есть 1 2 3 это не говорит что о том что какой-то чаще или какой-то реже но в любом случае я думаю что 90 процентов случаев он так или иначе в эти проблемы уложится и так самый банальный самый я думаю безобидно распространенный проблем это элементарные так называемые серные пробки которые достаточно легко самостоятельно вычистить но тоже надо быть достаточно аккуратным чтобы не повредить барабанная перепонка поэтому как бы то ни звучало не нужно так сильно ковыряться в ушах а тихонечко то есть ватные палочки аккуратненько убирать вот эту ушную серу часто достаточно причина и достаточно легко она устраняется также как я уже говорил это воздействие какого-то сильного шума или звука правило резкого это может быть взрыв может быть взрыв какой-то бомбочки например на новогодние праздники элементарно то есть тоже часто достаточно явление с рядом сухом произрывается то после этого происходит такой достаточно сильный звон в ушах и держится какое-то время но со временем это все проходит поэтому это тоже надо обращать внимание не было ли какого-то воздействия сильного шума ближайшее время также очень распространенное непосредственно имеет отношение кардиологии это конечно повышение давления поэтому если у вас все-таки вот этот шум или звон в ушах особенно если возникает периодически то целесообразнее конечно в это время померить артериальное давление посмотреть нет ли повышения давления также нельзя упомянуть конечно атеросклероз то есть людей страдающих атеросклерозом сонных либо позвоночных артерий могут тоже возникать шум в ушах шум в голове звон вот это чувство звона тоже является нередкой проблемой проблемы с шейным отделом позвоночника тоже очень распространенные явления то есть когда позвонки неправильно так скажем функционирует это же сдавливают кровеносные сосуды либо пережимать каких-то местах и кровоснабжение головного мозга нарушается тоже может вызывать шум в ушах ну и такие банальные проблемы как прием лекарственных препаратов это нарушение сна то есть если человек например более активно ночное время то есть если у него ночная работа например а потом у него высыпается тоже может приводить к тому что может появляться шум в ушах шум в голове ну и конечно же психосоматика то есть какие-то психологические проблемы у человека какие-то стрессовые ситуации тоже могут вызывать вот это явление и так вы поняли что причин для возникновения шум в голове вот этих звонов их просто огромное количество здесь нужно иметь так скажем самодисциплину и иметь способность проанализировать вот эти все вышесказанные вещи и посмотреть нет ли у вас каких-то из этих причин и постараться эту причину устранить если она все-таки на этот момент устраним самостоятельно в домашних условиях я бы не стал все-таки лечить эти проблемы потому что очень часто я сталкиваюсь с тем что шум в ушах связывают только с проблемами с шейным отделом позвоночника и начинают различными гимнастиками их лечить я ни в коем случае не говорю что гимнастика это плохо наоборот на гимнастику делать надо нужно делать его правильно но для начала все-таки лучше определить с чем же все-таки связано это шум в голове то есть если у вас это связано с атеросклерозом например сонных или позвоночных артерий понятно что гимнастика здесь никак не поможет если же это связано с каким-то воздействием шума то здесь тоже гимнастика не поможет поэтому очень важно все-таки определить первостепенную причину и первое с чего нужно начать я думаю самое простое это сходить к лор-врачу то есть это не так сложно у лор-врача есть специальный ассортимент различных устройств для того чтобы проверить базовые параметры слуха и слухового аппарата то есть если по линии лор так скажем у вас все будет нормально то есть никаких проблем именно с ухом у вас не будет тогда целесообразнее конечно обратиться к невропатологу или вертоброневрологу для того чтобы все-таки тоже он посмотрел ваш шейный отдел не для проблем с шеей в целом а цити оценил состояние нервной системы то есть вот 2 2 базовых специалистов можно посетить для того чтобы правильно ставить причину начать я думаю надо скоро а первое с чего нужно начать это все-таки с анализа вот этих основных причин и постараться понять если у вас что-то из этого списка или нет если же все-таки нет в любом случае кору врача обратиться чтобы исключить заболевание уха и после этого же с неврологом разбираться в любом случае очень часто бывает сосудистые проблемы конечно это я тросклероз это и те же самые шейные проблемы тоже они приводят к тому что нарушается кровоснабжение головного мозга в любом случае скорее всего если это не ухо то это связано с кровоснабжением головного мозга скорее всего еще раз повторюсь вот так на скидку в одном видео диагноз понятно поставить невозможно поэтому здесь очень важно чтобы пациент сам адекватно оценивал свое состояние и надо не надо всякие гимнастики не выполнял дабы не навредить чтобы не сделать хуже себе вот такое небольшое видео информативное я надеюсь для вас получилось задавать свои вопросы не болеть самое главное и увидимся с вами следующих роликах всего хорошего пока пока пока